здравствуйте меня зовут федор васильев это 16 урок мы продолжаем с вами разбирать компонент gridbox в этом уроке мы с вами посмотрим на внутренней странице в нашем рабочем примере например если перейдем в меню пункт меню меню здесь слайда нет но здесь у нас есть фиксированная картиночка которую в принципе уже сможете я думаю сделать без моей помощи после всех этих уроков по gridbox ну и идет здесь просто меню по данной теме и да то есть смотрите оформлю в этом уроке один блок вот этого да и вот этот блок с курицей потому что ну в принципе в эту же все можете делать остальное у нас идет то же самое здесь только картинки местами нужно поменять остальное то же самое вот давайте оформим другую страницу заодно посмотрим как зайти на другую страницу переходим в админку нашего сайта смотрите чтобы начать редактировать внутренние страницы нам нужно перейти в админку сайта далее перейти компоненты gridbox вот наше меню и тот меню который мы хотим начать редактировать наполнять мы также заходим в него то есть кликаем прямо по названию вот у меня меню кликаю авторизуемся вот мы с вами попадаем на страничку у нас подвал уже как бы дублируются здесь который мы сделали да так в принципе должно быть и дублируется шапка остальное здесь все у нас пусто то есть пустая страница меню у нас здесь есть просто у нас белый фон и не видно здесь ничего из-за этого давай сначала зальем картинку нам нужно создать новую секцию так у меня сейчас не видно кнопочки нам нужно 1 секцион я временно сейчас сделаю так дефал чтобы кнопка поместилась вниз и создаю одну колоночку секцию добавили давайте сразу загрузим background картиночку я уже подгрузил картиночку я буду использовать тоже ставлю галочку apple и делаю сразу во всю ширину и в принципе пока сделаем во всю высоту дальше зайдем сразу в пазинг от верха убираем отступы и бутон снизу так но пазинг не обязательно вот маржин на 0 и здесь тоже да и сейф так background поместили теперь идем опять глобальные настройки и абсолютно возвращаем сейф так мы с вами поместили картинку нас меню не видно потому что нам нужно сделать overlay для изображения background overlay вот таким образом чтобы меню логотип было видно сейф если посмотрим на сайт на главную страницу здесь у нас остается все как было у нас тут слайд переходим в меню а здесь у нас просто картинка да то есть меню наши иконочки все уже у нас на месте стоит у нас уже по умолчанию картиночка зафиксирована если мы посмотрим сайт пример здесь тоже у нас картиночка зафиксированная здесь есть еще элементы текста можете здесь повесить принципе любой текст просто получается что вот эта область она очень большая и здесь середине нужно что-то заполнить чем-то итак давайте быстренько здесь что-нибудь напишем добавлю текст например здесь наше меню выделяем и идем принципе это может быть заголовка h1 посмотрим у нас темного цвета да ну или глобально мы меняем цвет для заголовка h1 вот он тут темный до либо меняем индивидуальное в настройках плагина и я сделаю побольше наверное вот так наше меню сейф главное чтобы учтите если глобально меняйте настройки то h1 видите на всех страницах будет работать то есть это слишком большое название поэтому будьте с этим аккуратней переходим типография h1 убираем этот гигантский размер и индивидуально сейчас назначу я размерчик данному плагину деля вот я хочу сделать больше размер попробуем 72 вот принципе стало больше то есть смотрите если вам не хватает вот этого размера вроде здесь максимально стоит вы можете зайти в источник и прямо вот здесь где 72 заменить например на 80 apple будет еще больше наше меню и у нас тут есть еще иконочка да внизу можно также иконочку повесить так сейчас смотрим на сайте так здесь заголовки в принципе нормально смотрится здесь ничего я не испортил переходим на страницу меню так у нас тут надо нажать сохранить на галочку чтобы мы могли ввести изменения вот так вот наше меню так теперь повешу иконочку заходим значит в наш контейнер плюс я нажимаю icons и что-нибудь из еды выбираю выберу вот эту иконочку и сразу быстренько ей все поменять цвет сделаю побольше немножечко так маржин нам нужен сайф далее нам нужно добавить новую секцию давайте сделаем это на секцион одна колонка сразу давайте возьмем цвет с помощью моей любимой программ очки там у нас блок идет да и у нас он залит цветом возьмем вот такой цвет так идем background ставим здесь решетку цвет enter сейф принципе сейф можно было не нажимать потому что нам нужно еще здесь растянуть его то есть все это делается в одном месте вот так вот full дальше марджин все эти классические отступы мы отступаем на ноль и пока сейф дальше все как обычно идет иконка заголовок подзаголовок давайте сделаем плюс опять у нас идет иконочка я сейчас беру просто вообще наобум дальше у нас идет текст меняем его на свой наше вкусное меню так сначала наверное у нас это будет вот так выглядеть мы делаем это по центру размерчик побольше и вот таким образом далее мы добавляем по заголовок в принципе можно прямо сюда добавить не забываем что напрямую вставлять мы не будем потому что у нас вставляются стиле но я просто сейчас копирую текст если вы конечно пишите какой-то свой текст вы напрямую можете его вставлять но лучше горячими клавишами также по центру размер 36 сейф например оставим так а дальше мы можем явно видеть что у нас здесь контейнер разделен на две колоночки имеется курица картиночка с анимацией она у нас выскакивает давайте посмотрим слева до проявляется так ну и просто текстовые здесь плагины с элементами меню добавляем контейнеры значит смотрите наводим на эту иконочку два контейнера добавляем сюда так общие настройки принципе можем не трогать нужно добавить изображение нажимаем плюс имиджес так я курицу вроде еще не загружал сюда загружая с компьютера upload ищем ее здесь вставить к курицу наставил в принципе можно сразу же перейти в настройки данного блока задать анимацию по моему она вот так у нас появляется там вам в примере да принципе оставим вот так давайте посмотрим реально прям на сайте как это выглядит на вас все отлично до курица вас и выезжает смотрится в принципе неплохо и давайте сделаем в другой колоночки у нас здесь идет текстовые плагины нажимаем плюс текст редактировать так я подготовил тут текст копирую control в горячими клавишами вставить в принципе здесь делаю жирным размером так 36 здесь 28 а вот этот вот момент надо сделать побольше например 72 посмотрим да слишком много видите у нас текст убегает наши доллары на третий уровень нам нужно здесь наверное слишком это много подубавить пример 48 а здесь не 28 а 26 apple вот уже лучше примерно так да давайте посмотрим на сайт пример просто здесь или шрифт другой буковки меньше поэтому не тут расстояние больше тут уже сами смотрите вот как вы хотите это все дело настроить потом не забываем что у нас эти блоки посмотрим паддинг посмотрите паддинг топ сверху принципе нам нужен отступ вот право на ноль и слева на ноль тем самым немножко вот эти границы мы расширили маржин сверху в принципе нет сверху десяточку мы наверно тут оставим сейв слишком близко получается текст у нас поэтому мы в маржин заходим и сверху наоборот делаем отступ вот такой также вот у этого блока внутреннего можно сделать смотрите фул ширину таким образом картинка становится больше фул ширина это если очень большой монитор браузер то вот эта область она тоже будет растягиваться сам контейнер если здесь галочка в принципе галочки нет она будет в такой вот конструкции ну в принципе так и оставим ну и дальше здесь вы уже все по аналогии я сейчас просто делаю дубликаты даже ничего не меняя просто вот таким вот образом вот будем считать что это наше меню нажимаем сейв на сайте сейчас обновимся посмотрим можно сделать отступ от заголовочка здесь до под заголовка слишком близко располагается ну и здесь мне прям все очень нравится здесь остается только заменить название и цены анимация срабатывает курочка выезжает ну смотрите вот не вижу смысла дальше объяснять да у нас в рабочем примере вы это сейчас вместе со мной сделали здесь вы делаете другой блок другую секцию другого цвета контейнер и то же самое только картинка здесь получается справа для вас это будет домашним заданием ну и тут дальше то же самое и идет дальше подвал все больше тут ничего нет единственно давайте еще немножко повторим отступы вот я явно вижу снизу нам не хватает здесь хорошо можно и сверху и между текстами и у нас с вами уже появляется просто полноценный очень красивый лендинг мы с вами уже начали оформлять вторую страницу в принципе я здесь ставлю паузу дальше вы потренируйтесь обязательно бить руку создайте еще эти элементы с сайта примера и ставьте палец вверх лайк если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые интересные выпуски подписывайтесь мою группу вконтакте я ее недавно открыл и всего вам доброго до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь